Краевые соревнования по керлингу в Центре Олимпийской подготовки по зимним видам спорта проходят каждый месяц. На этот раз побороться за призы первенства Краснодарского края в Ледяном Кубе собралось 16 команд. Это около 70 спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет. Этот турнир – хорошая подготовка для керлингистов к зимнему сезону. С каждым новым первенством уровень спортсменов растет. Они показывают более достойные игры и высокие результаты. Эти спортсмены всегда занимают призовые места на всех чемпионатах и кубках Краснодарского края. Артем Ручкин не первый раз принимает участие в первенстве Краснодарского края. Попробовав 4 года назад себя в керлинге, он уже стал чемпионом этого турнира и членом краевой юниорской сборной. Достичь таких результатов удалось исключительно благодаря тренировкам, которые проходят на этой же площадке. Если ты человек, ни разу не игравший керлинг, у тебя сначала это не получится. То есть, чтобы у тебя получалось, надо где-то потренироваться месяцок, то и больше. Ну, свип сложен физически, а выкат – это уже техника. Свип – это процесс натирания льда для лучшего скольжения камня. Выкат – это точность броска, который совершает спортсмен. Вообще, в классическом керлинге много разных терминов. Но суть одна – команды должны поочередно запускать по льду тяжелые снаряды, или, как их называют, камни, в сторону, размеченной на льду мишени. Она называется дом. Команда, чей камень окажется ближе к центру, получает право на выполнение последнего, то есть решающего броска в стартовом энде. А энд – это 10 периодов, из которых и состоит игра. Сейчас проходит соревнование по классическому керлингу, когда соревнуются ребята в командах по 4-5 человек, отдельно среди девушек, отдельно среди юношей. Соответственно, до этого проходили соревнования дабл-микс, когда уже соревнуются в рамках одной команды, и девушки, и юноши в одной группе. В классическом керлинге, который и представлен на краевом турнире, победитель определяется по сумме очков во всех эндах. В случае равенства очков назначается дополнительный период экстра-энд, победитель которого и становится лидером матча. И если учесть, что в основном участники первенства края – сочинцы, то копилка наград у наших спортсменов явно увеличится. Итоги краевого турнира будут подведены 1 декабря. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.